Добрый день, дамы и господа. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Мы готовы вам рассказать о платформе Volfix и о сотрудничестве компании Volfix United Traders. Вначале я хотел бы представиться, меня зовут Анатолий Радченко, я управляющий партнер компании United Traders и торгую уже больше 10 лет. Я пользовался многими штуками, читал разные книги, я пользовался разными индикаторами, и потом от всего этого отказался. И теперь я пользуюсь только ценой и объемом. Но я никогда не пользовался горизонтальными объемами, маркет профайлами, для меня это немножко темный лес. Я представляю, как это работает, но тем не менее, чтобы полностью осветить вам, что такое платформа Volfix и чем она поможет трейдерам для торговли на рынке NYC, мне поможет мой гость, специально приехавший сюда с Украины или, как правильно, на Украину. Из Украины, правильно, на Украину. Нет, приехал в Россию. Ну, какая разница, я считаю, что правильно говорить на Украину. В общем, это Василий Грищенко, один из сооснователя Volfix, трейдер, который торгует уже больше тоже 10 лет и с самого начала торгует по маркет профилю и объему. Ну, на самом деле, расскажи. Не совсем так, да. Добрый вечер, тоже я всех приветствую, рад этому как бы долгожданному мероприятию. Вот, несколько слов о себе. Торгую я с 2004 года, так же, как это Анатолий в свое время изучал много технический анализ, частично фундаментальный. И в 2005-2006 году, когда рынки перешли, все больше стали переходить в электронную форму торгов, мы заинтересовались как раз вот учетом объема торгов, в первую очередь, на Чикагской бирже, Чикага American Tail Exchange, и в первую очередь мы торговали фьючерс на индекс S&P 500. Вот. Начав учитывать объем и перенося уровни с объемом на график, мы поняли, что тема весьма глубокая. Собственно говоря, так и был создан Волфикс сначала для себя, то есть были какие-то созданы первые, первое подобие, да, программного обеспечения, которое позволяло учитывать эти дел. То есть вы как трейдеры сделали софт для себя? Да. Сначала это вообще просто была, скажем так, ну, собиралка, да, объема, которая собирала данные об объеме и показывала просто цифровые уровни на графике. И со временем из таблиц это перекочевало в графике, появились собственные графики, и потом, в принципе, стал продукт коммерческим. Кстати, тебе интересный информат, ты, конечно, знаком с рынком фьючерсов, но не знаком с рынком с акцией. А одно время, давным-давно-давно, объем это была секретная информация вообще на рынке. То есть его никому не показывали? Да, это правда. То же самое было на самом деле на фьючерсном рынке. Почему мы стали, собственно говоря, учитывать объем? Вот еще совершая свои первые сделки на S&P, причем на большом S&P в Яме, даже мне довелось еще через такого брокера Ревка поторговать в Яме, хоть и уже в электронной форме через интернет, но торги велись в Яме. Да, во время основной сессии на фьючерсе был закрыт объем. То есть данные об объеме сделок не выводились. Мы видели только цену сделки в Time and Sales, но не видели ее объема. И вот пятый-шестой год стали переломными, да, в этом плане. Основной объем перекочевал на мини-S&P, и там был доступен объем, собственно говоря, почему мы и стали его учитывать. И да, ты прав в этом. И почему люди вообще, в принципе, переходили торговать, ну, на пол, там, допустим, НВС, либо на полямы? Ну, потому что, во-первых, тогда электронных торгов не было, но тем не менее они еще могли видеть объем сделок, вот эту вот шумиху, которая была. Есть, да, несколько фильмов про торги в Яме и брокеров, вот, вернее, ну, вот те, кто торговал, исполнял именно сделки в Яме, показывают, они очень горюют за теми часами и проклинают вот тот вот прямоугольный штуку, компьютер, который, собственно, грех лишил заработка в Яме. А можно писать даже фильм какой-нибудь? Трейдингфор, не помню название. Пит, 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 да, 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 вот, вот про яму, там очень хорошо, особенно выпивший трейдер, я помню рассказать, я хорошо помню сюжет, но не помню точно он. Ясно, ну, хорошо, 2005 год, вы начали что-то делать, и в какой момент уже Волфик, скажем, приобрел то что он имеет сейчас ну то что имеет сейчас мы приобретаем с каждым годом да но мы как раз вот в августе в августе мы отпраздновали десятилетия 2006 году в августе в принципе вот софт стал коммерческим а так получилось так что вначале начали пользоваться сами а вот в какой момент вы подумали что это может быть интересно другим трейдером но в первую очередь как трейдерское сообщество в общем-то достаточно узко да если ты занимаешься этим хотя бы несколько лет то в принципе ты всегда пересекаешься с людьми по интересам и обмениваешься опытом собственно говоря первые наши наработки когда мы показали там своим коллегам тем как по цеху да вот собственно гряне заинтересовались и мы стали продавать причем софт стоил намного дороже был в более примитивном намного вернее более примитивном варианте и продавался некоторые подписчики поначалу нам платили от 1000 до 3 долларов в месяц да то есть если сейчас средняя подписка там при годовой подписки стоит 50 60 70 долларов то на заре волфик со вот шестом седьмом году мы от некоторых клиентов получали от 1000 до 3 по разному еще раз но мы не будем кривить душой рынок вещь такая где все никогда не зарабатывают и зарабатывать не буду да и процент как бы объем дает просто определенное преимущество то есть вот то что мы с тобой обсудили вначале да что трейдеры в яме имели преимущество по сравнению с трейдерами которые не обладали данными в моменте об объеме сделок то есть если рядовой трейдер в яме видел какие-то крупные сделки крупных компаний то он мог просто к ним так сказать прислониться и свои там пару пипсов унести с рынка если ты трейдер в яме у тебя есть больший рычаг и в принципе даже пару пипсов там том же большом и сын пи на 80 100 контрактах могли приносить день достаточно крупные суммы слушай а вот в основе чего вообще вот вся теория волфикса объема чем на самом деле объем отличается вертикально вертикальный объем это сумма объема за определенное время горизонтальный объем это сумма всех объемов по конкретной цене то есть грубо говоря это за это как раз прицел и получается то есть ты ищешь сначала где было много объема это вертикальный объем а дальше 1000 по каким ценам этот собственно большая часть этого объема прошла и вот прям в перекрестии попадаешь я никогда не торговал используя платформу волфикс потому что не было такой возможности до сегодняшнего дня и сегодняшнего дня обязательно буду и пользоваться потому что вот эти те вещи как о которых говорит василий я использую и так я смотрю в какой момент произошло максимальное количество сделок еще некоторые уровни на которых этот объем мог скопиться то бишь мы что такое график что такое график в моем понимании в принципе я считаю что ну как график график это просто грубо говоря след цены вопрос другой как бы что в этом графике имеет вес а что не имеет именно за объемы придается не вес я вообще считаю что единственные три параметра которые нужно анализировать это цена сделки время сделки вернее объем сделки время ее совершения это три параметра которые никто извне не может фальсифицировать то есть как говорю по поводу графика что график это изменение капитализации компании во время объективно да деньги захочет выходит самое простое когда можно заработать такую ситуацию но у тебя наверно близко допустим лежит 100 рублей ну вот ты взял а я сразу заметил а представь вот мешок 100 рублевых купюр на стол высыпали ты же можешь по 100 рублей брать каждый день я же никогда не знаю хотя бы до четверти пока есть объем пока ты его можешь анализировать пока объем заходит уходит он создает движение и нет ничего кроме того как есть объем причем да хотелось еще отметить что на акциях краснофондовом рынке объем еще более не то чтобы проще а он более ярко выражен и реакция рынка на появление крупного объема в разы ощутимо более ощутимо почему потому что допустим если мы берем любой глобальный инструмент там фьючерс на индекс там неважно smp 500 nasdaq валютные фьючерсы там нефть золото это все глобальные инструменты в которых много пересекается много интересов разных игроков и в принципе не все крупные объемы могут однозначно быть интерпретированы но если мы берем отдельную бумагу это все на более узкий специализированный рынок где есть какие-то свои маркет мейкеры и если вы видите крупный объем на бумаге особенно после допустим какое-то движение вниз то это намного более проще и однозначнее может быть интерпретирована сторону покупок либо продаж у меня кстати вот идея пришла интересно в голову пока ты рассказывал а чем скажем акция отличается от фьючерса фьючерсов их же контракт может быть бесконечно и плюс это производные инструменты акции их ограниченное количество канал на выход и поэтому новые акции не откуда не появляются вот если ты купил кто-то продал как бы и никто тебе не может продать больше отличная идея с этой стороны никогда не смотрю а ведь правда фьючерсы это же бесконечное количество то есть любой человек это это ну условная величина то есть количество контрактов не ограничено правильно листа физическое золото и сколько дериватив вот именно то же самое с нефтью на самом деле еще один момент это же 10 месяцев вот диалоги истина рождается да это то что фьючерсы они торгуются круглосуточно и у больших денег есть возможность этот объем не в одной точке покупать а постепенно его на разных рынках через разных там бронеров как-то попкольными путями набирать им нужно время чтобы зайти а рынок акций имеет строго определенное время торгов и и те люди которые хотят купить акции макдональдс там general electric tesla apple у них есть только эти шесть половина часов которые они могут это сделать есть ограниченное количество акций так что мне кажется предлагаю взглянуть отлично сейчас тогда мы поменяемся места слов к делу василий покажет покажет непосредственно что такое терминал волфикс как его нужно использовать мы даже разберем несколько тех сделок которые совершал и посмотрим можно ли было это увидеть на волфиксе я совершал по каким-то своим соображением связи с космосом а тут есть конкретные цифры которые возможно могут нам подсказать что это действительно нужно было делать но так вот я сейчас переключу на рабочий стол замечательно и уступное место василию василий да саживаться благодарю так ну короткое вступление 5-10 минут об основных возможностях и преимуществах платформы и потом в общем то перейдем к прикладной части нашего вебинара смотрите о чем сразу же хотелось бы да сказать и на что обратить внимание ведь основная тема нашего сегодняшней нашей сегодняшней встречи это возможность наконец-то торговать акциями nice nasdaq то есть американский фондовый рынок через платформу волфикс нет на счетах united traders как это делается смотрите вы открыв в те кто уже пользуются волфиксом либо те кто получит тестовые доступы вы сможете в конце мы скажем как как кому обратиться за более подробной информацией но что нужно сделать мы заходим в account connections выбираем united traders добавляем свой счет который данные логин пароль который предоставит вам менеджеры united traders вот у вас появляется подключение после этого вы в списке счетов выбираете соответствующий счет и можете торговать вот видите на счету сейчас 2001 доллар кстати 1 доллар мы заработали да этот 1 доллар во время тестирования добыл сегодня на фор на форде правильно фор на форде заработали мы еще к этому вернемся смотрите чем примечательно окно ордеров то есть торговый модуль нашей платформы во первых здесь можно выбирать три вида графиков баровый тиковый и бок чар сейчас у нас включен баровый вот мы можем включить тиковый график за два часа что он из себя представляет то есть тик да это все сделки прошедшие по одной цене без ее изменения самое интересное в принципе наиболее часто используемые вот для внутридневной спекулятивной торговли это график бог счет он у нас представлен в платформе как отдельный вот и также может быть включен в окне ордеров можно сменить инструмент вот наш форт вот кстати вот на графике видно вот вот эта маленькая сделочка даже немножко больше могли бы дать но потом нас провалили о чем еще хотелось бы сказать смотрите в платформе в офис доступны все сложные ордера причем для торговли на счетах и на этот рейдер будут доступны сложные ордера с участь с использованием стоп приказов take профитов трейлинг стопов и так далее то есть вы можете настроить любые необходимые вам параметры хорошие отношения take профит но в этот балды да просто приятные цифры вот ставим количество лот в латы в данном случае при применительно к фондовому рынку к счетам united traders это количество акций то есть 100 контрактов мы видим выставляется вот приказ отправлен то есть стоит цел лимит со сал стопом 22 пипса take профит 122 трейлинг стоп 11 трейлинг стоп таргет 0 нажали cancel all отменили buy market и отдавайте сразу я сложные приказы 11 пипсов 100 поставим там пусть будет 33 давай какую-нибудь сделку которую мы сможем потом оценить сработает она не сработает ну так тогда нужно тогда нужно готовиться нет ну вот акция ford вполне поставь примеру стоп лосс 5 центов ну зависимость того хочется продать скажем 10 еще раз работает про просто от балды вот buy market хорошо отправляем 100 акций отправлен вот все позиция мы в позиции то есть да смотрите сразу что позиции ну во первых мы видим что написано 100 контрактов куплено у нас есть открытые позиции внизу написано 100 лот изменение пока 0 долларов до без убытки тут же появились стоп лосс take profit собственно говоря причем смотрите если вы пользуетесь сложным приказом допустим если вы по рынку закроете сейчас 50 бумаг то автоматически размер take profit и стоп лосса изменится до 50 бумаг плюс в моменте можно добавлять если вы открыли позицию без сложного приказа вы в моменте можете спокойно добавить сложу то есть стоп либо take profit либо все вместе к текущей открытой позиции хорошо тогда пока у нас с окном ордеров в принципе баба за вам им закончим время перейдем к другим окнам оставим позицию посмотрим повезет ли нам сегодня со сделкой да смотрите вот основное окно платформы то есть когда вы запускаете платформу вы перед собой видите маркет watch со списком здесь он стандартный основные ключевые ликвидные инструменты с разных бирж транслируются можно изменять можно удалять все тикеры добавлять группы тикеров здесь добавлено вот семье с это валюты до 30 юрекс мая секс nasdaq nice и так далее то есть какие-то ключевые ликвидные бумаги будут сразу вам списком добавляться вы можете сортировать по разным параметрам допустим самый киток у нас сегодня мы видим до баку 28 миллионов уже 852 тысячи проторговалась нажав кнопочку компонент мы переходим к выбираем открываем для себя либо графики либо статистические окна здесь на чем хотелось бы сразу застрить внимание time and sales до по умолчанию открыт открываем time and sales что здесь примечательного интересного достаточно много информации прям по текущей ленте до прикольно причем смотрите вот голубым это так называемые скрытые тики тут это вне биржевые сделки плюс вы видите где они собственно говоря проходят но опять таки тут анатолий вот и раз говорит что интересно для меня это пока тоже темный лес до фондовый рынок то есть я принципы основные знаю но акциями активно никогда не торговал то есть для меня ближе фьючерсы вот есть вот такие интересные всякие наработки о них мы более подробно наверное видео будем более в будущем записывать и еще проводить вебинары ну давайте опять-таки к прикладным каким-то вещам вот основной список тех графиков которые у нас есть баровый график бог чарт вы видели уже этот такой внутридневной график мы еще к нему вернемся посмотрим сделку по тесле которую анатолий анонсировал но не сказал по какой бумаге давайте откроем наиболее всем близкий кластерный так называемый график и на примере этого графика я объясню что такое же все все же горизонтальный объем с чем вы едят и как он выглядит сейчас кстати пока ты рассказываешь я вижу что падает nasdaq и я понимаю что мой лонг тесла еще до сих пор до сих пор в теме как бы и нужно было бы наверное вот перед вебинарчиком то и закрыть а вот сейчас мы как раз теслу открываем ну увеличим шаг цены вот если до пяти центов график приобрел немножко иного вид так давайте вот так вот сделаем чтобы было проще для начала смотрите возможности кластер профайла мы недавно сильно увеличили сейчас я уберу секундочку разделение цены запятой более слитно смотрелись цифры возвращаемся так вот циферки стали без запятой смотрите вот что мы даже сейчас и и вот у нас за с 19 то запятой по текущей неделе по текущей неделе вот у нас ключевой объем по тесле то есть вот если мы сожмем до боковой профиль он хорошо виден на самом деле я я бы вот в моменте просто да смотря на теслу там второй раз за сегодня тем более на текущую ситуацию вообще первый раз да пока пока вот ключевой объем текущей неделе вот вот этот вот с которого не собственно говоря первый раз стартовали вот и вот работали он пока удерживается то есть я бы сейчас моменте закрывался вот когда они будут пробивать там 207 70 там 207 50 до где-то туда бы поставил стоп тем более если прибыльная позиция она уже как бы у нас есть маленький анонс если меня слушают ребята подойдите к моему компьютеру поставьте стоп пожалуйста девайся анонсировал вот смотрите даже даже ног даже даже 50 это до 50 ну максимум вот под под вот этот хвост но объективно вот ключевой объем они сейчас вы удержали пытаются от него отскочить то есть сейчас крыть крыть и либо нужно было с открытия вот на этом до шипе вверх либо либо уже выжидать причем сейчас если ну спекулятивно смотреть на теслу сейчас я вот бокс чарты которым я говорил да мы сейчас видим вашему вниманию представлены вот это как каждый столбик с цифрами отображает движение цены за 30 секунд раз мы немножко увеличим через шаг ценовой шкалы вот график станет более читаемым смотрите вот сегодняшняя торговая сессия по тесле да какие там 207 70 208 10 я поставил 207 70 208 10 кстати уровни можно копировать смотрите есть управление lines copy paste delete all и так далее то есть вы можете наставить где-то уровне легко переносить их на любые другие графики а какие допустим другие играть но все в графике которые есть платформе то есть ты выставил на люб на одном из графиков платформе ценовые уровни ты можешь спокойно их перенести скопировать и либо удалить то есть вот lines в каждом окне есть вот такое вот контекстное меню и можно пользоваться вот смотрите в принципе что сейчас происходит я не могу сказать насколько крупные или маленькие объемы по тесле потому что еще раз я вижу первый раз ну нет внутри дня сегодня я вижу первый в целом вижу до 2 вот я установлю лимит по объему 3 тысячи и 2 что это означает то есть все объемы превышающие 3000 будут светиться красным 2000 на менее 3 зеленым маленький объем поднимем до 7 и 5 вот вот получается при движении к тем уровням 207 70 208 10 вот рынок показал в принципе активность рост объема и вот сейчас локально на самом деле вот эта пятиминутка и вот это являются опорными то есть пока в принципе за 208 они не пробьются вообще ну как бы с покупкой ничего делать не нужно я бы даже словно говоря попробовал бы здесь вот если подрастет чуть-чуть на откате от этого уровня попробовать спекулятивно можно было бы купить а вот то что я покупал 197 долларов ажалия 192 потом а 197 это можно было увидеть давай давай сейчас чтобы посмотрим да мы возьмем чуть более длительный период возьмем сначала просто любопытно конечно можно гадать сколько угодно да или грая сказать можно было так первая покупка 192 2 вот 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 это вот правильно мы на том 197 смотрите с 7 по 12 число возьмем второй кластер profile и возьмем сначала неделю с 5 по 9 то есть предшествующую до позиции и посмотрим как себя вел рынок на часовом графике вот смотрите чем завершилась неделя то есть да был рост как вообще интерпретируется объем то есть по после роста крупный объем наверху предположительно предположительно может быть на шорт да но все продажи будут из под объема то есть пока рынок будет находиться выше этот уровень будет являться поддержкой собственно говоря и при открытии рынка выше этого уровня там ну здесь здесь мы еще не знаем да мы можем от этого уровня на напираясь уже на те объемы которые появятся попробовать купить вот мы добавляем понедельник что мы отмечаем потому что вроде как непонятно что стесны будет но стоп и вот мы добавляем смотрите мы добавляем следующий день да это что-то у нас вторник 13 вторник 13 вот уходит движение что на что хотелось бы обратить внимание что используя любую технологию торговую да будь то там технический анализ фундаментальный данные об объеме торгов горизонтального именно то есть вот то о чем говорил анатолий да что вот вот мы видим снизу вертикальный да вертикальный объем но где он был конкретно то есть где сосредоточено вот это вот вот эти вот объемы которые проторговались суммарно по там за каждый час день неделю либо месяц и именно горизонтальный объем и позволяет это понять вот смотрите опять же да за 13 число вот большая палка давайте добавим 14 посмотрим новая проторговка началась вот смотрите да после движения расширяем добавляем добавим сразу два дня посмотрим была реакция или нет ну вот немножко вот здесь получается шертились вышли сейчас но снова вот по сегодняшний день вот смотрите вот реакция вот уровень ставил на ваших глазах офигеть отработал то есть невзирая не обычно такие знаешь картинки в книжках как заработать как заработать но смотрите это не значит что здесь прям можно без напряга купить нужно ждать рынок когда придет и рынок то есть текущий вот давайте это 19 число мы откроем ради интереса откроем смотрите скопируем линии насколько я вообще понимаю вот пока ты там делаешь настройки то это прям мастхэв у человека который торгует среднесрочно то есть не факт что это нужно внутридневному трейдеру но если ты торгуешь скажем держишь позиции среднесрочно день-два то это вообще обязательно нет почему а как же ты внутридневной трейдер еще более как раз зависим от объема если ты торгуя среднесрочно все-таки опираешься на фундаментальные данные и они реально ну как бы на акциях работают то есть данные компании дают как бы являются толчком для роста или падения ты сейчас что делаешь я сейчас перенес линии с графика кластер профайл на боксчарт и вот смотрите оказывается с открытия да вот было движение на наши уровни которые были отмечены еще с недели предшествующий это внутридневной график еще раз каждый вот этот столбик он отражает движение всего за 30 секунд то есть одним цветом на временной шкале выделена минута в квадрат почему боксчарт да квадр бокса собственно говоря почему он так называется взятый пять минут то есть каждый бокс сейчас настроен под пять минут он отражает движение за пять минут плюс настроен второй таймфрейм то есть мы видим вот этим в виде гистограммы да полупрозрачной суммарный объем этой пятиминутки то есть мы видим что при подходе рынка к данному уровню который был максимальным объемом предыдущей недели активность на рынке возросла мы видим вот рост горизонтального объема рост вертикального рост горизонтального объема реакцию и собственно говоря уход рынка от уровня вот чуть-чуть не дотянули вот если бы они здесь еще вернулись будут стукнулись это была бы идеальная позиция для ретест но можем смотрите давайте есть еще вот такой тиковый график весьма интересный мы включим опять-таки 9 ну прямо я смотрю как вообще как в открытую книгу в принципе всем будет интересно кто особенно акция еще раз там валютные трейдеры всякие они имеют много всяких своих взглядов да на на рынок но именно сейчас что происходит сейчас происходит подгрузка тикового графика по тесле за 19 число вот горит лодин вот он подгрузился то есть тиковых данных их много просто у меня как как у трейдера извините начинается всегда небольшой мандраж когда я что-то ввел и это не отображается хороший вовремя заданный вопрос смотрите здесь на этом компьютере опять как я сегодня второй раз смотрел теслу так и платформа запускалась второй раз при первом при первой подгрузке любых данных по любому инструменту платформа локально кэширует данные и последующие загрузки происходят намного быстрее то есть вы работая постоянно с платформой на конкретном компьютере с конкретными инструментами будете намного меньше ощущать такого рода задержки так вот у нас это место да с которого товарищи стартовали размер тика сейчас мы посмотрим сколько здесь 9000 в принципе кажется все просто ну просто как все все кто торгует ну так лимит маленький ну вот смотрите да тиковом графике не полезно как минимум не навреди сначала ой вот это вот в трейдинге очень хорошо потому что уж очень много того что может навредить произошел графический глюк ну вот смотрите вот я крупные тики включил вот это вот позиция вот это вот было два крупных тика да вот смотрите причем мы видим да резкий рывок а и смотрите в отличие от бок чарта мы видим что вот два крупных тика просто пометим да почти 10000 и 4000 акций и нижнюю их границу пометим если мы посмотрим да то даже в тиковом графике видно выход от объема возврат его отработка и дальнейшее движение кто-то скажет что там крупная вернее ровная цена 200 и так понятно да однозначно даже если вы торгуете от этих самых крупных значений то еще раз повторюсь вот этот вот часовой что помимо того что там ровная цена до 200 там еще и по этой цене 550 тысяч 872 бумаги проторгована что дает ей еще больший вес как мы знаем я с тобой согласен любой трейд это чаша весов понимаешь и ты дополнительно дополнительная информация дает больше конференса больше уверенности и ты можешь взять больше позицию скажем не зная этого можно взять 100 акций зная это уже можно взять 200 акций наша позиция ничего нам не принесла в нуле ну не всегда так сказать везет ну согласен так что хотелось бы возможно мы перейдем к вопросам потому что пока я думаю что для начала а просто у нас аудитория не ровная вернее не не как это не не слово забыл разношерстная да и нет есть допустим если клиенты волфикс они собственно говоря все что рассказывал знают достаточно неплохо и их этим не удивишь а те кто сегодня с нами первый первый день то в общем то для них информация будет много поэтому предлагаю перейти к вопросам в первую очередь даже не забывай кто здесь ведущий у кого-то в гостях вот вы любите а вот приехать и сразу рассказывать в первую очередь для тех кто только что может быть подключился и не знает нужно как бы заявить о нашем совместном партнерстве компании о которой мы много говорили но наконец-то реализовали да очень давно говорили но почему-то руки не доходили и теперь благодаря нашему партнерству что может быть может быть то что мы уже говорили все клиенты волфикс могут торговать американский фондовый рынок при посредстве United Traders и все клиенты United Traders теперь могут использовать платформу волфикс для того чтобы торговать американские акции используя маркет профайл объем я сказал бы правильный маркет профайл вот если пару слов да это был такой стадлмайер который наравне в то же время что и джон джмерфи как я его называю вот да реализирует вот да эта книга была прочитана два раза всем советую читать кто вообще занимается техническим анализом и что можно читать по техническим анализом так это классик вот это вот эту вот книгу я с нее собственно говоря начал свой поход вот в трейдинг еще в свое время мой старший партнер Володя когда-то мне ее привез говорит вот с нее и начнем 18 или 19 лет было боже это какой 99 год или 2000 я ее прочитал первый раз пенсионер не совсем да вот поэтому вот так вот стадлмайер и маркет рыночный его профиль маркет профайл считается вот такой же да книжкой для тех кто занимается объемом возможно часть уже принципов не так хорошо читаются именно буквенного профиля да но добавляя его объемом вы всегда сможете быть на высоте я спасибо большое что ответил на вопросы и проанонсировал соответственно возможность людям торговать на инвайсе используя платформу волкикс через united traders первый вопрос на правах вопросов ты уже хотел ответить к вопросам от себя можно да немножечко с подковырочкой не вопрос а я вот знаю Алексея Мартьянова некто известного как my trader да вот он давно выложил видео что он сказал что все это не работает все это фигня или как он сказал я не уверен что это видео видел я откровенно ну как бы my trade не скрывает собственно этого что он пользовался платформой наверное порядка года да и все равно все те принципы которые он сейчас исповедует накопление баров там движение от одного накопления к другому ведь объективно что такое накопление и ну боковой тренд это всегда горизонтальный объем пользоваться им или не пользоваться пользоваться им в нашей платформе либо какой то другой все равно это это решение за клиентом но даже основываясь на том что мы сегодня видели использовать объем в торговле я бы рекомендовал то есть я не не люблю вступать в полемику и споры что важно не важно объем однозначно важен кто это отрицает ну это его личное дело нет нет не умею ладно на самом деле я тоже использую объем и сколько трейдеров столько и мнений почему то каждому трейдеру кажется в определенный момент что он изобретает какое то колесо и называет ее там каким то своим названием своим брендом и говорит что это вот его теория правильная а другая теория неправильная по факту есть цена и объем есть деньги которые на рынок заходит и выходит и горизонтальные объемы это еще одна возможность чтобы так сказать глубже и лучше рассмотреть то что вы возможно упускаете у нас закопились несколько вопросов вот первое есть ли волфикс русский интерфейс нет к сожалению было несколько ну к сожалению нет но было совершено нами несколько попыток внедрения сначала внутри к сожалению русский интерфейс не приживается и лаконичность английского языка особенно в мире финансов она неоспорима к сожалению я иногда вижу прибыль убыток вот это да мы подставили сами посмотрели и сказали что больше мы никогда этого делать не будем хотя русский язык я очень любую и неплохо им владеет мануал есть есть мануал у нас весь сделан в виде видео уроков большая часть из них озвучена мной вот то есть вы можете пройти на сайт волфикс точка нет в раздел поддержка видеотека и там посмотреть все ключевые собственно говоря моменты по нашей платформе как ей пользоваться по функционалу и так далее вот здесь второй вопрос немножко дублируется подробное руководство Василий уже ответил что на сайте волфикс точка нет есть подробное руководство по использованию платформы волфикса плюс ждите обязательно новые вебинары от меня от Василия о том как мы будем от нас вместе от нас вместе потому что понимаете мы столько времени шли к этому синергетическому эффекту и теперь знание горизонтальных объемов и понимание фундаментальных акций может хэшфонд откроем сегодня мы свой закрыли нет можно то что вот именно вот то как материально открывать не будем а концептуально да то есть то есть да в управлении есть мы я приехал как раз с этими идеями которые мы за камерой обсудим в этом плане я за то чтобы несколько вебинаров в будущем году привести интерактивно поторговать с людьми как раз вот объемно я это тоже люблю как и Анатолий но я да я в большинство вебинаров кто мы смотрят в принципе я вживую не торгую но на тестовых счетах часто с делким объемом как бы с обсуждением мне кажется кропус нужно будет арендователь олимпийский нет сначала нет удаленно удаленно как раз когда тебя не видят ты расслабляешься потому что это двойное напряжение следить за собой и за рынком тут есть заранее вопросы которые я написал и о моих знакомых и знакомых и люди в принципе из интернета я тут буквально несколько вопросов просто написал первый вопрос платно ли это? да платформа платная мы предоставляем всем возможность потому что да американская платная взять ну и в принципе я считаю что все идеи должны оплачиваться как бы хоть у нас это на постсоветском пространстве это не принято да платить за программное обеспечение в особенности ну волфикс взломать нельзя у нас защита достаточно серьезная вот о плате сначала мы предоставляем возможность взять на 14 календарных дней бесплатно платформу в ней будут в тестовом доступе доступны все возможности нашей платформы то есть все модули все торговые функции и так далее то есть полный функционал да полный функционал который вы собственно игре а единственным ограничением является доступ к истории только на 14 дней то есть мы считаем что наша база данных которая по большинству западных инструментов причем включая ключевые ликвидные акции nice и nasdaq доступна с 2008 года то есть мы храним данные о всех сделках не просто high low open close как вы привыкли там дневку включил посмотрел открытие закрытие и может быть нижний суммарный объем да 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 не просто видеть прямо до той сделки вот как мы смотрели да тиковый график все эти по по ключевым инструментам тиковый график доступен за любой день с 2008 года ну 14 дней это вполне щедрый щедрый период ну за 14 дней извините можно вообще круглосуточно сидеть ну кто как не всем хватает но в принципе я думаю что чтобы оценить и понять для начала достаточно под затем вы можете зайти опять в волфикснет раздел прайс и посмотреть наши расценки но в среднем если говорить о фондовом рынке то есть доступ к у нас доступно порядка 500 бумаг на сенасдак сейчас то есть это не весь спектр о чем собственно говоря стоит сказать да но по тем бумагам которые доступны вы сможете и торговать и смотреть вот эту историю всех сделок такой доступ стоит 120 долларов в месяц либо стоит 600 долларов в год 300 долларов в три месяца 400 долларов в полгода месяц 120 год в месяц год в год 600 да мне в месяц 50 получается 50 долларов в месяц это совсем это столько же сколько стоит платформа аврора кстати очень важное сообщение то что зарегистрироваться и принять участие в тестовом доступе или соответственно стать клиентами на битриде используя платформу волфикс можно будет зарегистрировавшись регистрация будет доступна в имейле который придет завтра а также вы сможете посмотреть запись этого вебинара и еще раз уже не торопясь сравнить скажем как мы оценивали акцию тесла с вашими мнениями или с вашей платформой о том как вы ее плюс плюс еще что хотелось кстати не показал но в принципе сегодня мы уже к платформе но к трансляции не будем возвращаться у нас есть еще достаточно мощная возможность рейтинговать трейдеров у нас есть рейтинг трейдеров мы внутри проводим там по контракту допустим по фьючерсам даже победителей награждаем бесплатными доступами и так далее думаю что там для будущих вебинаров это будет тоже одна из интересных тем и можно будет как интерактивно во время вебинара провести какое-то небольшое соревнование какое есть у вас уже такая возможность так и может более длительно ничего ты будешь участвовать? да хорошо только вместе с тобой замечательно так еще буквально несколько вопросов здесь было по поводу связанных рейдеров вот все трейдеры которые торгуют вот им очень важно чтобы сразу ограничить убытки и сразу соответственно забрать деньги если будет доступна прибыль ты конечно уже показывал но мы подсоединялись подсоединились только что есть такая возможность достаточно большая глубина по настройке сложных приказов опять таки кто не успел посмотрит видео вот сейчас переключи на секунду на трансляцию с рабочего стола у нас как раз открыта позиция по акции фортом как открылась так и висит в нуле ну да плюс 1 до но мы видим да что к ней привязаны сложные приказы take profit и stop loss то есть да такая возможность есть причем как заранее их настраивать так и уже к открытой позиции привязывать вот вверху кнопка add bracket вы можете добавить верхней красной панели кнопочка к текущей позиции уже добавлять любой сложный приказ на свое усмотрение замечательно и вот меня интересует другой момент арбитраж мне нравится смотреть очень часто как акция ведет себя лучше рынка хуже рынка чтобы оценить ее силу слабость можно ли к примеру график банков америка взять и наложить скажем на графика того же 500 банки двигаются за рынком хороший вопрос да это тоже то что мы забыли показать платформе да такая возможность есть можно накладывать график любой длины любой сложности причем ну давай наверное переключим еще на секундочку на трансляцию я думаю что не будет хорошо хорошо не все секреты значит мы тоже уделим этому время есть правда возможность и не просто смотреть арбитражные пары смотреть их расхождение видеть дельту но и торговать арбитраж то есть всем клиентам United Traders которые откроют у них счета и подключат подключат их платформе будет у всех клиентов будет возможность торговать арбитраж то есть вы сможете сначала найти проанализировать арбитражные пары по акциям и торговать у кого есть фьючерсные счета даже смогут попробовать совместить это дело замечательно Василий я думаю что мы и так уже отняли большое количество этого драгоценного время большое спасибо что ты приехал всегда рад надеюсь не в последний раз спасибо что ты приехал было очень интересно и ждите наших новых вебинаров напомню что воспользоваться этой возможностью можно зарегистрировавшиеся в имейле который завтра придет по ссылке также придет запись вебинара большое спасибо что нас слушали было очень приятно до скорого до вечера и пока до новых цветов до новых до новых цветов до новых до новых до новых до новых до новых